Волжский трубный завод всегда отличал особое бережное отношение к сохранению памяти о подвиге солдат Великой Отечественной войны. Для 12-тысячного трудового коллектива уважительное отношение к истории своей страны и ветеранам – давняя традиция. Более 20 лет на заводе действует Совет ветеранов войны и труда. Он объединяет участников сражений, тружеников тыла и детей военного Сталинграда, которые в разные годы трудились на ВТЗ. Сегодня в составе Совета 119 человек. Все они были приглашены на торжество, посвященное 66-й годовщине Великой Победы. Спасибо всем вам, уважаемые ветераны, за великий подвиг, мужество, самоотверженность, военные и послевоенные годы. Фронтовые песни и кадры военной кинохроники еще раз напомнили, какой дорогой ценой досталась Победа. 10 лет проработал на Волжском трубном Григорий Афанасьевич Климов. Во время Великой Отечественной вместе со своей Катюшей он прошел от Белоруссии до Берлина. 9 мая 1945-го Григорий Афанасьевич собственноручно написал на стене Рейхстага «Гитлер тебе капут». А потом было торжественное шествие победителей по всему миру. Оттуда на 9-й нас подхватили в составе кавалеристку корпуса 7-го. И до Брест-Литовской голову 100 километров в день конники делали. Вспомнить фронтовые годы и так же, как в мае 1945-го отпраздновать победу солдатской кашей и фронтовыми 100 граммами ветеранов пригласили на Центральную заводскую площадь. В подарок звучали песни в исполнении молодого поколения волжских трубников. Трубный завод – это один из заводов, который, как вам сказать, мне нравится. Мероприятие тоже все время. Каждое мероприятие всегда участвует. В этот день теплые слова и пожелания крепкого здоровья прозвучали в адрес каждого участника войны. Ветеранов поздравила управляющий директор Волжского трубного завода Елена Благова. Постоянное внимание, забота и помощь солдатам победы – один из приоритетов социальной политики ВТЗ и трубной металлургической компании. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.